Так это просто тестовый запуск. Хочу проверить как получится. И что из этого получится если вот так сделаю? Ну-ка обновить. Не отвечает. Стоило предвидеть. Я за себя не отвечаю. За Skywind тем более. Тут все таки получше дела с оптимизацией. А ну ладно. Это пафосные титры. А то я уж испугался. Опять изображение куда то пропало. Да уж. Киношнисти все больше и больше. А как это выглядит на экране? Странно. Хотя они вроде нормально. Но на непосредственной экране с игрой это выглядит в разы лучше. Не спишь. Сам ты решили границы. Перебанец не хочу с тобой говорить. Они нас поймали и ворювают. Проклятые братья бур. В Скайрине было тихо, пока вас сюда не принесло. Иперии ни до чего дела не было. Если бы от вас не искали, я бы сейчас украл вот ту ложку, и рванул в хамерке. Почему? Это болтовни нельзя скипнуть. Мы сейчас все братья и сестры по судьбе ворюга. А то все заткнулись. А с ним то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Я Рубенхельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но Сангард ждет. Не, не может быть. Я сплю, я сплю. Эй, Канакран. А ты из какой деревни? Тебе-то что? Последний мир Норда всегда должны быть огонь. Рорикстед, я из Рорикстеда. Да, скурим, все верно. Думаю, вот его тоже как-нибудь постримить полноценно. Хотя, конечно, наверняка понабежит много экспертов из раздела, ты не так играешь, но... Когда вообще никого нет, это не лучше. А с ним похоже талмарцы, проклятые эльфы. Да, это замечательно, что всех перечисляют, но мне бы оторвать свою задницу от этой повозки и... девчонку из этих краев. Интересно, Вилут еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Когда я был мальцом, мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. О! Мне кажется, или у него магическим образом изменился голос? Иди скорее в дом, малыш! Почему? Я хочу поглядеть на солдат! А ну домой живо! Да, папа! Выводите из голоса! Живее! Выводите из голоса! Да, выводите, уже задолбалась от общись. А ты как будешь? Приехали! Пошли! Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, я думаю, они подождут. Прили смерть с достоинством двор. Скажи им правду, мы не с тобой. Это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному. Ох, рюмдоперцы все делал по списку. Ульфри Куревестник Ярл Виндфельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Виндфельм. Рэллов из Реверта. Да, замечательно. Ох, рюмдоперцы из Ровикстена. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой! Ярлов Ярл Виндфельма. Лучники! Ох, господи. Еще хочет поспорить. Постойте-ка. Айты. Шаг вперед. Ты чего меня все зовут Айты? Что это вообще за имя? А кто ты? Мясной шашлык. Да, у темных эльфов самая, конечно, клевая внешность, наверное. Хотя, не, они в принципе все тут красавцы. Так, ну бретонец, я же переключился. Что она так долго думает? Хотя, ладно. Наверное, надо сказать спасибо, что она вообще работает. Каджит. Да. Не знаю, скорее всего будем морком играть потом. Ладно, пока возьмем его. О. Или ее. О. будет богиня плодородия. Ну, что-то я не впечатлен. Она не стала по-настоящему полной дамой. Ладно, пофиг. Грязи побольше. Эм. Оно там не повисло нахрен. Что-то оно... Ой. Оно периодически как-то сильно долго думать не может. Оно... Да. Блин, даже когда думаешь, что в этот раз я ничем таким заниматься не буду. Очень трудно удержаться и не начать все кастомизировать. Их. Рот. Волосы. Ладно, готово. Имя. ну мне уже как бы сказали мое имя да и ты или или немного поиграть раз уж я запустил на действительно зачем нам какие-то законы там все эти знаешь сдерживающие условности когда можно просто взять и убить как после этого не полюбить им перцев и не пожелать им всем быть съеденным драконами хотя норды не лучше насколько я понял вы начали эту войну и погрузили скайрим в хаос а теперь империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир что это было ничего продолжай да генерал подготовь их в последний путь ныне же веряем и души ваши этериус во имя тала самогучего заткнись и давай к делу вы есть как скажете ну хоть в чем-то они услушливы да видите даже npc раздражает то насколько медленно тут все тянется все эти блин кинематографичные сцены и сюда же они не выдерживают что можно просить от людей жил без страха и умер без страха а чё это red guard а чё это не он поцелуй мою задницу черт я даже не могу повернуться задницей чтобы она ее поцеловала какое разочарование не знаю в принципе они как бы каждой части старались какое-то интересное вступление придумать но то что творится здесь это просто какой-то грёбаный цирк если честно но все меняется когда приходят они смысле он давай дружище убей их всех на хрен пусть эти недоумки горят в аду и да на самом деле по моему знаки того что бефесда сбилась с пути они уже вот здесь начались но все равно это очень даже играбельная и интересная игра хотя в палат 4 тоже в принципе играбели на интересен местами но как то не знаю слишком много там упрощений и прыгай на крышу тоже мне нашли паркурщика блин по моему я неправильно прыгнул но теперь уже неважно кстати надеюсь тут надеюсь тут не лимитированы сэйвы если что и всегда их могу удалить и все таки мне надо было орка взять орки сильнее по моему в плане боев держись рядом со мной если хочешь шить кунар займись мальчик где нужно найти генерала он организует оборуд направить тебя в плане пришли к стене на так вам и здесь мы ничего не сделаем нам бы как то творить отсюда ее выпало она придется бежать за человеком меткой ничего другого не остается мы бежим и сбежим как тебе нас не остановить отлично надеюсь дракона всех вас в савенгард заберет эй ты быстро иди сюда иди сюда иди сюда быстрее иди сюда быстрее мы идем идем кошки но их нелегкая то есть тяжелая неказистая жизнь простого иди сюда иди сюда ах мы наши руки связаны савенгард похоже мы единственные кому удалось спастись это был дракон никаких сомнений прямо как в детских сказках и легендах драконы прикрестники конца времена ну да ты что дракон а я думал что это просто знаешь необычные формы птицы ну вот можешь взять вещи гуннера они ему больше не понадобятся какая щедрость хорошо надевай броню и опробуй топор это самое веселое дело что тут можно делать раздевать трупы оружие на самом деле конечно нет тут много чего можно делать тут убивать монстров магию творить с одной стороны очень печально что короче место дофига классов которые были в двух предыдущих частях тут все свелось к архетипам маг вор и воин но с другой стороны например маги тут очень даже крутые главное заклинание это самое ну то есть успевать перезаряжать потому что если кончится вся магия то да что то наша негритяночка она что то хиловато ну блин зря я орка не взял ну эти дебилы ну эти замечательные заставки пересматривать честно говоря не охота то есть их же даже никак не скипнешь ты обязательно должен обязательно должен эту сценку посмотреть обязательно послушать всю болтовню нет с одной стороны кому то может быть это все нравится но мне мне в принципе хватило одного раза тем более не сказать что они очень уж сильные в плане интересной экспозиции так как мне выйти отсюда посмотрим вот это мне нравится да наверное так и буду стримы делать просто как бы самопроизвольно что нибудь запущу если интересно получается если кто нибудь есть то и играем а все эти пафосные анонсы и прочее туфта она абсолютно бесполезна во времена когда ты даже никогда не уверен заранее будет чертов сайт работать или нет теперь блокировано с другой стороны ладно вообще так то я за мага органианина как бы играю когда я просто играю не под камеру но тем не менее нужен ключ а да 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 ключ а то есть ну ладно я люблю умных спутников которые умеют находить ключи сами а может я его нашел но не заметил потому что был занят рассуждениями о бренности бытия блин еще меня очень раздражает что у меня постоянно на рабочем столе игра нормально захват игра нормально захватывается только в оконном режиме почему-то поэтому ну то есть только как окно как игра она ни хрена не захватывается поэтому мне приходится играть в оконном режиме причем окно довольно маленькое и подсвечивается периодически ориджин то есть курсор он как бы выезжает за поля и это довольно раздражает ну как минимум я точно не брат а сестра так что хрен тебе чё же вы такие агрессивные то да знаю я что ты на твоей стороне не хрен под топор лезть дебил так подожди ни хрена еще не готова стрижка только начито господи слабое зелье лечение магия запас сил зашибись так блин надо было вот это стремить но не все хотя мне понравилось царе играли играть довольно веселая игра в принципе для тех кто любит челлендж где как бы у тебя есть ощущение что ты можешь победить но на самом деле как бы все очень непредсказуемо то есть как в хороших таких играх на выносливость ну а тут просто в принципе можно поугарать над сюжетом над происходящим над багами или там еще над чем-нибудь ну и с другой стороны все достаточно красиво тут сделано музыкально так удачно хотя собственно главная тема у них примерно одна и та же что здесь что в предыдущих частях просто рваный балахон еще он дает ничего ну и нафиг он тогда нужен это просто она исполняется по-разному вот с этим многие так отдельно говорят то есть skyrim и мало кто говорит elder scroll skyrim с другой стороны тут с другой стороны тут довольно таки многое сделано не как там ну то есть опять же я говорю классы упростили там некоторые умения упростили по моему поэтому логично что воспринимать это надо как отдельное произведение да твою мать это все потому что я черная да почему вам не сдохнуть ребятки мне кажется или я их уже чисто древком пытаюсь избить у меня наверное совсем лезвие затупилось хочешь поспорим так наверное мне стоит какие-нибудь зелья принять хотя с другой стороны не так сильно меня покосали у меня четыре штуки там же сильнее монстры будут не то что кочка недоумков броня я останусь на страже умница да останься на страже так осталось понять куда где тут выход мать его а в сирене фоллау до 1287 half-life 3 все еще не вышел ха ха как смешно фу ради такой фигни и отвлекать от напряженного действия так сейчас мне наверное должны дать передумать а хотя нет по моему Skyrim это единственная игра где нету любимой мной бефездиной возможности передумать но если я ошибаюсь это будет очень хорошо потому что я бы все таки хотел мужика орка себе взять персонажем я конечно люблю люблю женщин в том числе чернокожих хотя взяток больше но тем не менее я не уверен что как бы смогу ей нормально играть хотя пока все было очень даже неплохо да наверное это можно считать таким штрафным для меня этим не знаю летсплеем что ли да наверное я это кину в летсплее потом ой хотя это как бы стрим но не знаю такой по ощущениям это все таки немного иначе воспринимается так он меня отравил там поди собственно кстати почему я люблю органиан у них по моему сопротивление ядом а у радгардов я не уверен есть ли оно с другой стороны я сейчас особо не читал тут еще и текст мелкий так все давайте дальше так меня кто-то лечит что ли давай братюня заруби их нахрен так я надеюсь это ничего нечаянно не открыл яд обморожение прикольное название так погоди-ка вкладки да паучье яйцо по моему его даже можно сожрать но мы не будем его жрать мы просто отсюда пойдем наверное а ну кстати мы же еще кастомизацию не завершили мы же не выбрали класс как бы возможность передумать она обычно возникает после всего этого миша ты будешь меня есть может не надо я вроде не так сильно похож на леонардо дикаприо или хотя бы на лайма нисона все чувак ты меня не видел я тебя не видел и мы оба счастливо расходимся а зачем мне начинать краса что тут происходит от кого мне надо краса ё-моё да братью нет выход мне в принципе нравится как почти каждая часть хотя нет стоп в даггерфоли не так было или подожди не даггерфоли в этом в моровинде да моровин был третий скайрим пятый из свертков ну да из свитков с элдер скроллса даже типа свитки старейшин переводится вот там конечно не так было там мы просто амнистировались приплыли в какой-то сонный городок а вот обливион и скайрим они начинаются с того что мы бежим из подземелья и в этом есть что-то прикольное ну в принципе почти все их фоллауты тоже начинаются с того что мы бежим из какого-нибудь подземелья единственное исключение очень приятно это нью-вегас где мы начинаем в городке так где тут этот алтарь чудесный блин а если никакой класс то есть возможно такой сценарий что я вообще никакой класс не возьму потому что просто пройду мимо алтаря надеюсь что нет так андрей ты еще смотришь если да подай какой-нибудь знак опять вспоминается то что я перечитывал вчера свой обзор точнее сценарий я не знаю будет ли когда-нибудь видео аудио воплощение этого потому что это довольно трудоемкий процесс и я до сих пор до конца не представляю что я хочу в итоге получить но мне понравился чисто сам текст который я об этом написал и в принципе они на обзор тоже пересмотрел на восход тьмы и там забавно как эклистон постоянно орала дай мне знак в восходе тьмы и все остальные тоже это орали дай мне знак дай мне знак да уж не над этим фильмом на самом деле слишком легко шутить но почему-то никто этого не делает наверное все боятся злой этой компании двадцатый век фокса и кто там это снял вот они молодец что у нее в общем хватило смелости сбросить им вызов ладно все чудесно конечно но где алтарь то ё-моё мне надо класс взять и еще хочу возможность передумать мое героиня срочно надо пол раз ээ ты а ну да тут еще эффектные фаталите есть как в этом как его называют то блин ну как в фоллаутах опять же жалко вас то нету но нельзя иметь все хотя с другой стороны может быть какой-нибудь из модов позволяет и это так понимаю все что на skyrimi не устраивает мы исправляем модами или что-то типа того блин сейчас посмотрел на свою героиню и подумал что да довольно таки у нее внешность своеобразно но с другой стороны мы же не какая-нибудь там танцовщица или тип того давить мы суровая воительница а воительница мы положены иметь именно такую внешность даже кто стреляет на похрен бежим отсюда будем надеяться эти адово косящие придурки нас не достанут так чё карта нам говорит вообще просто хотел посмотреть как у меня чё идет но в итоге вот спонтанный стрим я скорее всего скоро остановлю это больше не стрим летсплей но наверное я его в общем поступлю как я поступил в волну варкрафт то есть залью его и когда уже буду официально типа стримить скорее меня все-таки хочу этим как-нибудь заняться я это обозначу как типа продолжение летсплея да наверное надеюсь ругаться никто сильно не будет а ты кто знаете я по моему все-таки убежал в сторону от этого как его звать от алтаря тоже в прошлый раз я эту бабу не встречал мы посланцы альдмирского доминиона законных правителей там риэля если хочешь могу показать почему если есть мозги лучше беги отсюда там риэля я так понимаю это типа то как оно в целом называется нет наверно можем этим безбожным сам смешиваешься в официальные дела ладно ребят и или напасть на них даже не знаю хоть голосовал к устраивай принципе так охота кому-нибудь накостылять себя это не касается вражайся достойник с датьяна наверно будет кой так подожди он тоже на на меня на а нет вроде он не на меня он на них чёрт я его убил да нет это была глупая идея поэтому лучше отменим ее пусть правда идут своей дорогой ладно не смею на меня покрикивать жалкий людишко мне нравится как камеру можно вообще куда-то утащить далеко далеко смотреть так как герой бежит я пока что всю игру к сожалению не прошел и даже не знаю за сколько ее пройду потому что это много времени занимает но так то я уже там добрался до драконьего крика в смысле просто до крика я направляюсь в среди чтобы вступить в регион и несовершение этой самой ну не знаю такая империя которая ясно сказали что тут два идиота вообще не при делах они все равно нас хотели казнить но бы ее нахрен любезно список законы для лохов да не знаете все таки система кастомизации заблевиона и моровинда при всем ее несовершенстве она была удобнее и опять же это первая и единственная игра где я не нашел возможность передумать она даже в четвертом фоллауте есть елы палы почему я ее здесь не встретил или опять же надо бежать в какую-то определенную сторону чтобы ее обрести а ну вот видите наконец-то блин наконец-то меня остановили спустя сотню гребаных метров что раньше никак нельзя было указать то есть конечно никто наверное не любит когда игроков ведут за ручку особенно в играх с условно таким открытым миром но блин немножко помощи бы не помешало хотя бы указать где этот чертов так нам в ривервуд надо да чертов алтарь точнее конечно не чертов а я не знаю короче это фигнюшка где мы можем выбрать один из трех классов в честь своих трех классов образования она еще седая какая-то да ну ладно я главное убедился что все работает поэтому наверное сейчас я закончу на этом этот тестовый запуск а потом посмотрим может быть продолжу за эту героиню играть а может быть начну заново за другого персонажа вообще я хотел еще одну игру проверить как она будет работать в стриме а а а а а а а